Привет, друзья! На связи с Денис Кожер, и в этом видео я хочу раскрыть такую тему, как работа с планами. Часто у тех ребят, которых я консультирую, возникают некоторые вопросы, некоторые недопонимания, как все-таки правильно подогнать план. Сейчас мы это рассмотрим. Значит, первым делом смотрим размеры изображения, и такие же размеры надо указать у той плоскости, на которую мы планируем бросать этот план. Значит, у меня 29,77, и здесь 2000. Хорошо, я просто драг-н-дропом изображение перетягиваю на свою плоскость. Хорошо, что делаем дальше? Дальше переходим на вид топ, и, к примеру, здесь мне повезло, у меня есть размеры. Ну, рассмотрим сейчас тот вариант, если бы размеров не было. В этом случае мы берем какую-нибудь вещь, которая плюс-минус в стандартных размерах. Ну, плюс-минус дверь может быть. Сколько, к примеру, возьмем ее, то входная, пускай будет 1100. Здесь мы в ширине, пивоем 1100. Далее. Подносим плюс-минус к вот этому углу этой двери. И дальше очень важный момент. Мы берем плоскость, на которой у нас есть план. Дальше переходим на вкладку «Иерархия». Аффекты и вот онли. Включаем привязку и переносим пивот-поинт вот сюда, в угол этого боксика. Хорошо. Дальше. Отменяем действие инструмента «Иерархии». И включаем инструмент «Scale», горячая клавиша «A». И просто масштабируем, пока наша дверь на плане не будет совпадать с той, что мы сделали. Ну вот, как-то так. Теперь наш план отмасштабирован. А если у вас есть какая-то неуверенность, вот я вам сейчас могу даже показать. Мы взяли этот бокс, который, я вот сделаю потолще, который 1100. И вот. Как бы не идеально точно, но мы почти угадали размеры. Это вот такой вариант, когда у вас нету масштабной сетки на плане. Хорошо. Что делаем дальше? Дальше вы можете начинать строить ваше здание. Либо, если у вас есть еще другие планы, вы также их подгоняете под этот. К примеру, у меня есть еще и разрез. Я создаю еще одну плоскость. Также смотрю размеры, какие есть у нее. Убиваю эти размеры. 1872. Вот так вот. Потом точно так же драг-н-дропом перетаскиваю сюда. И здесь уже не по каким-то абстрактным дверям подгоняю, а по этому плану. Так, мне надо повернуть на 90. И я уже смотрю, чтобы это... Вот у меня где-то здесь я вижу стены, вот здесь терраса. И я таким же образом это изображение масштабирую, чтобы оно совпало. Ну вот, сейчас уже почти совпадает. Когда вам нужно сделать какие-то более точные, до настройки, как сейчас, вот тут чуть-чуть не совпадает. Вы можете нажать сюда правой клавишей и вот так вот чуть-чуть назад, чуть-чуть назад, чуть-чуть вперед от масштабировать. Ну вот, таким образом наш разрез теперь подходит под план. Его можно вот так поставить и начать работать с ним дальше. Вот так будет лучше. Да, надеюсь, это видео вам было полезным. Теперь у вас будет меньше трудностей при работе с планами, разрезами. Стоит упомянуть о том, что этой осенью у нас стартуют онлайн-курсы, как платные, так и бесплатные. Читайте об этом подробнее ВКонтакте, добавляйтесь в друзья, спрашивайте, задавайте вопросы. Будем общаться. Также подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий и новых видео. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, ставьте лайки, пишите, задавайте вопросы под видео. Это мотивирует меня на запись других новых видео. До встречи. Пока-пока.